Кабинет подполковника Минаева в Министерстве Государственной Безопасности. У окна большой письменный стол. На нем телефоны, чернильный прибор, папки с документами. На стене большой портрет Феликса Эдмундовича Цержинского. За столом перед раскрытой папкой с документами подполковник Минаев. Продолжая начатый разговор с глубоко взволнованным инженером Казиным, подполковник внимательно наблюдает за ним. А когда это случилось? Сегодня в седьмом часу утра. И он что, он что не оставил никакого письма, хотя бы двух слов? Нет. Не понимаю. Ведь я, я вчера, я вчера еще говорил с ним. И вдруг так ни с того ни с сего. Нет, я не могу поверить. Я тоже не верю. Товарищ Минаев, но ведь вы были там на квартире? Вы, вы сами видели? Видел, товарищ Кази, но я не верю, что Туманов покончил с собой ни с того ни с сего. Так не бывает. Должна быть причина. Вы были с ним очень дружны. Нет. Нет, дружны это не то слово. Понимаете, у него не было друзей. У него даже близких знакомых не было. Мне это раньше казалось странным, а потом я понял. Он был одержим работой. Отдавал ей все свободное время и ни в ком не нуждался. У него были такие разнообразные интересы и способности. Он начал как палеонтолог. Затем его физика, великолепный педагог. Знал три языка, любил музыку. И сам прекрасно играл на рояле. Вы тоже любите музыку? Да, я тоже люблю музыку. Но вот, к сожалению, Игорь Иванович мне никогда не играл на рояле. Ну, а откуда же вы знаете, как он играл? Мне об этом рассказывала его мать, Вера Аркадьева. Она очень хорошо ко мне относилась и говорила мне о нем часами. А вот наши с ним беседы ограничивались только специальными вопросами. Скажите, товарищ Казимович, Вы были посвящены во все детали работы Туманова над прибором? Да-да, вот именно только в детали. Понимаете, я был при нем техническим исполнителем. Чертежи, вычисления, расчеты. А общие идеи прибора и конструкция принадлежали ему. Вы знаете, он нашел ряд новых и очень, очень смелых технических решений. Это был настоящий труд новатор. Скажите, а он посвящал вас в свои искания, делился с вами творческими замыслами? Нет. Насколько мне известно, Туманов работал над прибором для точной разведки радиоактивных руд. С самолетов. Вы понимаете, разведки самолета. Редкие элементы обычно залегают в труднопроходимых местах. Для разведки нужны десятки дорогостоящих экспедиций, участники которых часто рискуют жизнью, пропадая сквозь суетопий, тайгу, пустыни. Так вот, понимаете, прибор Туманова освобождает нас от этих затрат, риска и жертв. Работа шла успешно. Очень. Экспериментальный образец прибора был выпущен на три месяца раньше срока. Ну, правда, радиус действия оказался недостаточным, но... Значит, была неудача. Неудача? Да. Что вы, в работе над прибором перед Тумановым возникали несравненно более трудные задачи. А то, что оставалось сделать, было... Да нет, было легко. Такому талантливому инженеру, как он. Вы знаете, даже я несколько дней тому назад сделал Игорь Ивановичу одно техническое предложение. Мне казалось, что я нашел способ. Скажите, когда это было? Кажется, в пятницу. И как принял Туманов ваше предложение? Ну как, он... Он улыбнулся и сказал, что подумает. Да нет, вероятно, это ему показалось детским лепетом, и он уже сам нашел решение. Нет, нет, нет. Я знаю точно, неудачи быть не могло. Дело близилось к концу, и просто в моих услугах он уж, к сожалению, больше не нуждался. А вот на днях он мне сказал, что я могу теперь ехать в командировку. В нашу зону оккупации, в Австрии. Там есть один завод, с которым связано наше конструкторское бюро. Так вот, об этой командировке в самой в министерстве говорили уже давно. Ну, как он мог? Как он мог поступить так накануне своего торжества? Товарищ Казин, вот вы говорите, что у него не было друзей. А может быть, было какое-нибудь увлечение? Вы об этом ничего не знаете? Нет, не знаю. Вы никогда не слыхали от него фамилии Светлова? Светлова? Нет, нет, не слыхал. Вот на сегодняшнее утро он вызвал машину для того, чтобы ехать в Загорск. Он вам ничего не говорил об этой поездке? Нет, нет. Входит помощник Минаева, лейтенант Быстров. Разрешить? Заходи, Быстров. Заходи. Андрей Андреевич. Ну? Все материалы, над которым работал инженер Туманов, в полной сохранности. Я лично сверял по описи в секретной части. Домой он никогда ничего не брал. Посторонних людей в особом конструкторском бюро не бывает. Очень хорошо. Ну что, что я скажу? Это пока все. Если понадобитесь, побеспокоим вас еще раз. Пожалуйста, только я вот, я ничем не мог помочь вам. Знаете, мне очень нравился Игорь Иванович. Ну это бывает, в молодости это бывает. Иногда нам человеку нравится, а мы даже не отдаем себе отчета, почему. Вот теперь ваша задача помочь выпустить прибор. Я советский человек. Я знаю, как нужен прибор советским людям. Я дрался в рядах советской армии. Я доведу работу до конца. Ну, желаю. Желаю успеха. До свидания. До свидания. Славный малый. Да. Ну, ты был в конструкторском бюро. Давай рассказывай, что там говорят со служивцем. Андрей Андреевич, никого нет в воскресенье. Вот черт, я забыл. Скажите, а с матерью его вы так и не поговорили? Нет, она была в таком состоянии. Ну да, понятно. Единственный сын. Вот эти бумаги я забрал у него на квартире. Это что, переписка? Да нет, какие-то расчеты, справки, вычисления. И все-таки все придется просмотреть. Давай разделим пополам. Держи. Андрей Андреевич. Да. По-моему, напрасный труд. А почему же напрасный, Николай Петрович? Видите ли, мне кажется, что причины здесь скорее семейные неурядицы. Очевидно, любовь, ревность, разрыв. А, нет, нет, нет. Вот увидите, приедет Светлова. Ну, а ты что же думаешь, причину самоубийства сейчас к нам везут на машине из Загорска? Андрей Андреевич, а вы не смеетесь. Да я не смеюсь, я должен учесть все возможные варианты. Но ведь он собирался к ней сегодня утром, а застрелился накануне. Ну, а вы представьте себе, он на это утро надеялся, готовился к нему, ждал. А вчера вечером Светлова звонит ему, чтобы он не приезжал, что между ними все кончено, и она не хочет его видеть. Войдите. В кабинет вошла низенькая бойкая старушка в простом сатиновом платье. Товарищи Минаев, здесь? Здесь, здесь, пожалуйста. Светлова, моя фамилия. Светлова? Светлова Анна Герасимовна. Здравствуйте, здравствуйте, Анна Герасимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Устраивайтесь, пожалуйста. Вот тебе и Джульетта. Андрей Андреевич. Да. А может быть ошибка? Да нет. Устали с дороги. Большое путешествие. Да ведь, правду сказать, всполошилась я, товарищ начальник, ведь я поди годков пять дальше Пушкина-то не ездила, а тут вдруг в Москву, да на машине. Не, знаешь, как и приодеться, то уж вы извините старуху. Что, 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 Анна Герасимовна, что, вы устраивайтесь, устраивайтесь, устраивайтесь. Зачем понадобилось? Анна Герасимовна, вы давно в Загорске живете? Все время, всю, как есть, жизнь. Семья большая? Вот вся перед вами. Ни детей, ни внуков, ни племянников? Был у меня внучек Алешка. Погиб на фронте. Годков шесть как погиб. А, а больше у меня никого нету. Так, должен сообщить вам печальную весть, Анна Герасимовна. Умер Туманов Игорь Иванович. Коммер Туманов Игорь Иванович. Да, да. Царство его. Так, честно. Что ж, все там будем? А, кто же он такой, Туманов-то, товарищ? Туманов. Игорь Иванович, вы что разное знали? Первый раз слышу. Я своих знакомых и дальних, и близких всех наперечет знаю. А это первый раз слышу. Туманов. Ну, да. Инженер, изобретатель. Изобретатель. Не знаю, батюшка, не знаю. А мы у него в записной книжке. Ваш адрес нашли. Вот. Светлова. А.Г. Загорск. Садовая, 23. Нет, 23. 32. В 23-м-то у нас этот, гастроном, так там, гляди, жильцов-то нету, это. Постой, постой, постой. Туманов. Игорь Иванович Туманов. Туманов. Нет, отродясь не слыхала. Ты говоришь, а адрес записан? Да. А, может, он ко мне за цветочными семенами собирался. Да, это возможно, возможно. Да, да, товарищ подполковник, у него весь кабинет цветами застал. Да. Ко мне так всюду ездят. И ночь вот один с Чукотки собирает. Саргин с Чукотки. Чукотки, у меня, видишь, цветы знаменитые. Слушай, а ты недавно кремлёвский садовник интересовался. Так, Анна Герасимовна, вы, значит, на эти средства и живёте. Ну что ты, батюшка, так ведь я за свою трудовую-то жизнь пенсион получаю. А потом я цветов-то не даю. Ну, нет, семена, сделай долженьки, возьми и потрудись, и эти красота, ведь она усердие требуется. Да, это справедливо, справедливо, Анна Герасимовна, справедливо. Вот, вот, я и говорю. Минаев добродушно улыбнулся и, взглянув на Быстрова, отошёл к столу. Быстров смущённо наклонился к документам и начал их просматривать. Светло в недоумении смотрит то на одного, то на другого. Да, да. Товарищ начальник, ты уж меня не задерживай долго-то. И уж на машине до Загорска-то отправьте. А, да, конечно, конечно, конечно. А то эти ко мне человека с того края земли, щукотки собирается. Нина, Нина, машину. Да, да, Светловой. Я говорю, а оттуда и по морю, и по суху, и в месяц надо ехать. Так мне уж опоздать-то совестно. Так вы не опоздаете. Ну, будете в Загорске, навестите старуху. Обязательно. Обязательно, Анна Герасимовна. И вас милости просим. Спасибо, Анна Герасимовна. Я вам-то уж так и быть цветочков нарву. Ведь вы молодой. Счастливого пути. Будь здоров, батюшка. До свидания, Анна Герасимовна. До свидания. Ну? Андрей, ну а вдруг есть другая Светлова? Ну, шофер, наверное, и напутал. А какой адрес ты давал шоферу? Садовой 23. Ну, ты же слышал, в доме 23 помещается гастрономка. Там и жильцов нет. Ну, а есть ли другая Светлова служит гастрономикой? Ах. И Туманов записал ее служебный адрес. Как тебе хочется, чтобы у Туманова была несчастная любовь с работницей гастронома из города Загорск? Минаев садится за стол и начинает снова перечитывать записки Тумановым. А жарко сегодня, Андрей Анатольевич? Хорошо. Что вы? Сентябрь месяц 30 градусов. Это Африка? Написано хорошо. Тот, кто в своих исканиях стремится только к личной славе, кто оценивает результаты своей работы только как свой личный успех, тот не может быть настоящим борцом за новое. Туманов? Да. Странно, что такой человек мог пустить себе пулю в лоб. Да. Туманова? Ну, пропустите, конечно, пропустите. Пришла мать. Андрей Анатольевич. Да. А вы думаете, что Туманов покончил с собой не по личным или там семейным причинам? Не знаю, пока не знаю. Знаю только одно. Если в нашей стране человек кончает жизнь самоубийством, то это значит, что влияние чуждых нам взглядов и настроений оказались сильнее нас. Войдите. В кабинет входит Вера Аркадьевна Туманова, пожилая женщина в строгом черном костюме. Минаев идет ей навстречу. Здравствуйте, Вера Аркадьевна. Минаев. Мой помощник. Быстров. Простите. Утром я не могла принять вас. Вы сейчас напрасно кричили. Я собирался к вам сам. Пожалуйста, Вера Аркадьевна. Мне стало немного лучше. Я не могла сидеть дома. Я хочу. Мне необходимо узнать, кто его убил. Вашего сына? Да. Моего сына. Вера Аркадьевна, врачебная экспертиза установила, что инженер Туманов не убит. Он сам. Я спрашиваю о тех, кто довел его до самоубийства. Об его врагах. Его были враги? Ну, как у всякого талантливого человека. Как у его отца, когда он начинал карьеру. Ну, тогда были другие времена, другие нравы. Времена меняются. А завистники остаются завистниками. Их раздражал успех Игоря. Они мешали ему работать. Ах, они отравили ему жизнь. Вы знаете какие-нибудь факты? Это для нас очень важно, Вера. Игорь никогда не говорил мне о своих неприятностях, чтобы не волновать меня. Но я все безошибочно угадывала по его настроению. Последние месяцы он был угнетен и мрачен. Кажется, работа шла успешно. Да, да. Но ему не давали спокойно работать. Даже этот мальчик Казин. Казин? Да. Он был всем обязан Игорю этот лгун и литимер. На днях Игоря вызывал порторг. Допрашивал с пристрастием Игоря, как идет работа. Ну, это естественно, Вера Аркадьевна, это руководство бюро. Оно отвечает за работу. Игорю оставались незначительные доделки. А Казин лез с какими-то безграмотными советами. Я принимала его как родного. А он метил на место Игоря и считал, что все средства хороши. Вера Аркадьевна, может, действительно Казин хотел помочь Игорю Ивановичу? Помочь. Я слишком долго живу на свете и знаю, что значит человеческая помощь. Вера Аркадьевна, скажите, как провел Игорь Иванович вчерашний вечер? Как раз вчера он был спокойный и даже весел. Рано вернулся с работы, пообедал и прилег отдохнуть. Потом возился с цветами. Он очень любил цветы. Любил цветы? Вы не знаете, зачем он собирался в Загорск? Вы никогда не слыхали от него фамилии Светловый? Какой Светловый? Из Загорска. У нас никого нет в Загорске, ни родных, ни знакомых. А Игорь Иванович сам доставал семинар, осаду? Нет, зачем же. Покойный муж оставил мне дачу, рядом живет Садовник, он приезжает к нам в город. Понятно. Скажите, Игорь Иванович весь вчерашний вечер провел дома? Десять, как и всегда. Он вышел за папиросами и немного пройтись. Вернулся в первом часу. Я уже спала. Только слышала, как он прошел в кабинет. И все. Вечером к нему никто не заходил? Нет. И никто не звонил по телефону? Нет. Вера Акадьевна, ваш сын ничего не скрывал от вас? Вы были в курсе его личной жизни? Да. У него были друзья? У него не было времени для друзей. А вы не знаете... Я догадываюсь, что вы хотите спросить. Была Родионова актриса. Актриса? Да. Студентка консерватории. Здорная и легкомысленная женщина. Я всю жизнь отдала Игорю. Простила, оберегала его, как сквозь лес дремучий за руку его дела. О, слез дремучий. Ваш сын любил ее? В жизни моего сына женщины не играли особой роли. Особенно эта. Она вечно дергала Игоря. Была влюблена, как кошка, и хотела его женить на себя. Она часто бывала у вас? Я прекратила эти посещения. Они продолжали встречаться? В моем доме, во всяком случае, она больше не появлялась. Так, понятно. Вера Аркадьевич, скажите, а почему ваш сын решил стать инженером? Я не понимаю вас. Ну, почему он выбрал геофизическое факультет? Он что, решил пойти по стопам отца или просто имел пристрастие к этой науке? Ведь ваш муж, кажется, был геологом. Палеонтологом. Это никакого отношения к геофизике не имеет. Игорь тоже начал с палеонтологии, но после смерти отца я настояла, чтобы он перешел на геофизическое. Вот-вот как раз я этим и интересуюсь, почему он перешел на геофизический факультет. Палеонтология – наука от древних ископаемых. Ихтиозавры, динозавры. Я всегда чувствовала к ним отвращение. Я очень редко видела мужа в вечной экспедиции и вечное бродяжничество. Вера Аркадьевич, но если ваш сын выбрал палеонтологию, значит, он интересовался этими ихтиозаврами? Влияние отца. Восемнадцатилетний мальчик. В это время и душа, и вкусы – все мягкое, и воск в руках других людей. Да, пожалуй. После смерти мужа Игорь и сам понял, что без отца ему будет трудно пробиться. Как же он мог променять специальность, которую любил? Ну, кому нужна сейчас палеонтология? Я слежу за газетой. Среди сталинских лауреатов нет ни одного палеонтология. Ну, значит, значит, еще будут и не один. Да, ну так можно прождать всю жизнь удачу и успеху. Нет, нет, я всегда хотела, чтобы он был инженером-конструктором. Так, если ваш сын решил стать инженером-конструктором, так почему же он остался при институте и начал заниматься преподаванием? У меня единственный сын. Когда он кончил, началась война. И, ну, я хотела быть уверенной в его безопасности. А в это время институт уезжал в эвакуацию. Ну, и так и случилось, что он уехал вместе с институтом. А потом он перешел в Министерство геологии и потом в бюро. Ну, и, как видите, я была права выбрать для него карьеру. Если бы только вот не это, неожиданно. Мы очень признательны вам, Вера. Я надеюсь, что вы установите виновников гибели моего сына, и они получат по заслугам. Я отправлю вас домой на машине. Благодарю. Я зайду к вам на днях. Пожалуйста, пожалуйста, Вера. Провожая Туманову, Минаев выходит с ней в приемную. Быстров озадаченно смотрит им вслед. Ну, и ну. Да? Кто говорит? Ах, Миша. Ну, здравствуй. Что? Пятое воскресенье обманывает? Ай-яй-яй-яй. Ах, Динамо ЦДК. Ага. Ну, что же, сегодня поедет. Обязательно поедет. Передам, передам. Ну, до свидания. До свидания. Андрей Андреевич, ваш сынишка звонил. Сегодня Динамо ЦДК, я обещал вам. Ну, и напрасно. Андрей, ведь экстренному-то ничего нет. Торопишься с выводами, Николай Петрович. Андрей Андреевич, ведь это же не наше министерство дело. Ведь после разговора со старухой совершенно ясно. Ты думаешь, это Родионова актриса? Ну, конечно. Девица попалась с характером, но и заявила ему. Или я, или мать, выбирай. Конечно, человек нервный, чувствительный, ну и... Ну и выбрал самоубийство. Правильно, правильно. Нет, не верю. Ты внимательно слушал все, что она здесь говорила. Да. Да и чувствуешь, что получается. Ведь по словам Казина, я представлял себе Туманова человеком сильной воли, характера, одержимого наукой. А оказывается, на самом деле ничего этого не было. Какая же одержимость наукой, если он по первому требованию матери переходит с факультета на факультет? Какая же любовь к науке, если мать, ты слышал это, мать устраивает ему оставление при институте, чтобы быть спокойной, что ее сына не пошлют на войну. Ну, хорошо, допустим, что он с жаром работал там во время эвакуации. Но ведь при первой возможности он бросает институт, переезжает в Москву и устраивается на теплое место в министерство. Чем все можно это объяснить, кроме как не единственным желанием, как можно быстрее сделать карьеру? Да, но ведь этой карьеры добивалась его мать. Ну, хорошо, она действительно чисто любила. Да. Мать могла мечтать, чтобы сын сделал карьеру. Но ведь ей-то 70 лет, а сыну 34, в 17-м два года. Так, хорошо. Может быть, он метался, метался, а потом сделал крупное изобретение. Ведь так бывает, человек долго ищет. Бывает, бывает, бывает. Все в жизни бывает. Я вот знаю только одно, что карьеризм – это страшный пережиток старого. Было время, когда враг в нашей стране опирался на остатки разгромленных классов. А теперь этой питательной среды нет. И враг пытается спекулировать на пережитках старого. Он заключил союз с корыстью, низкопоклонством и карьеризмом. Я точно должен знать, что за человек был туман. И если я прав, то рядом с ним мог быть. Нет. Был враг. В биографии каждого карьериста легко найти повод для шантажа. Андрей Владимирович, ну хорошо, но ведь если бы его шантажировали, вы представляете, в каком он был бы состоянии? А мать говорит, что он был совершенно спокойным. Это означает только то, что западня захлопнулось позже, после его возвращения со службы. Да ну ведь у него-то никого не было. Он выходил из дома? Выходил. Ну? С ним мог кто-то встретиться. И вот этот кто-то, возможно, был врагом. Минаев подходит к столу и набирает номер телефона. Ниночка, Ниночка, вызовите ко мне из конструкторского бюро инженера Руденко, начальника проектного отдела. Да, да, того, где работал Туманов. И разыщите студентку консерватории... Родионову. Да. Родионову. Слушай, Николай Петрович, я ведь хочу, чтобы ты понял только одно, что мы с тобой не Шерлок Холмса. В своей работе мы руководствуемся теми же партийными принципами, тем же учением Ленина-Сталина, которым руководствуется каждый большевик, если он настоящий большевик. И вот это учение и дает большевикам такую, такую уверенность и такую, ну, принципиальность и проницательность. А теперь поезжай в Загорск и постарайся установить, что там могло понадобиться Туманову. Давай быстро. Слушайте. Простите, я без стука. Вы что-нибудь забыли? Нет, я вспомнила. Был один звонок. Так. Игорь уже надел пальто, и к телефону подошла я. Да, к кому звонил? Какой-то журналист. А фамилия? Фамилия. Немного такая смешная и трогательная. Но уходя, Игорь был доволен. Сказал, что об его приборе готовят статью. Ну, это очевидно кто-нибудь из центральной печати. Ну, конечно, конечно, ведь все же ждали и знали, что Игорь уже почти закончил прибор. Господи, за что ты меня так? Дачный дом, почти скрытый в тени лип и берез, в Загорске под Москвой. В саду, обнесенном невысоким палисадником, видно множество ярких георгин, астр, настурцы и левкоев. В тишину теплого осеннего вечера время от времени нарушает шум проходящих поездов. Перед маленькой террасой стол. На нем потухший самовар, неубранный после ужина посудом. У садовой калитки Светлова. Ее соседка Груша Веткина, только что проводившие гостям. Письма-то не потерял бы. Все, что только от внука осталось. Грушенька, я бы ей письма-то не потерял бы. Что вы, Анна Герасимовна, приезжал к вам такой известный человек, писатель. А в вашем Алёше хочет книгу написать, а вы сомневаетесь. Так ведь я не сомневаюсь, а все-таки, значит, поступай, принеси полотенчик. Ладно, принеси. Груша уходит в дом. Светлова собирает с толопосуду. Взгляд ее падает на фотографию, лежащую на столе. Она не замечает, как в сад входит Быстров. Анна Герасимовна! А, это кто от меня? Да батюшки, от товарища начальника. За мной! Да нет, Анна Герасимовна, да нет, что? Да что же? Вот знаешь, еще ко мне, еще хоть товарищ, ты не приезжал. Да, Анна Герасимовна, я был здесь по делу, но решил вас навестить, цветы посмотреть. Чудишь, ты бы еще ночью бы собрался. Ну, заходи, сходи, чай пить будем. Да спасибо, Анна Герасимовна, не откажусь. Знаешь, самоварища горячий, садись-ка. Садись, батюшка, я тебе налью. Ах, красота-то какая, Анна Герасимовна. Ну, красиво, у меня хорошо. Анна Герасимовна, а ведь у вас, наверное, много народу бывает, а? Да ведь бывает. Знаешь, кто цветы-то любит? Да. Заходят молодежь, я говорю, девушки. Вот-вот, девушки, Анна Герасимовна. Скажите, пожалуйста, а что может быть какая-нибудь из них и назначила здесь встречу инженеру Туманову? Туманову-то? Да. Смотрите, вроде у меня вертихвосток-то не бывает. На террасе с полотенцем в руках появляется груша. Вот это, познакомься, это будет... Московский житель Быстров. Очень приятно. Галатер Михайловна? А, какая же ты галатера, а графена. Груша моя, совсем моя. Ну что же, очень хорошо, груша моя. Вот везет вам на гостей, Анна Герасимовна, вот везет. Не успел один уехать. Знаешь, сегодня кто был? Да. Однополчанин Алешин. Да, приятель. И воевали вместе. Ну, смотри, дорогой гость. Писатель. Писатель. Фамилия Зайчиков. Зайчиков? Василий Павлович. Зайчиков. Знаешь Зайчиков? Ну, Зайчиков. Ах, Зайчиков! Ну, как же знаю, Анна Герасимовна. Читал его фронтовые очерки. Ну, вот, ну, слава тебе, господи, известный человек. Конечно, это вы сомневались. Да нет, я зачем. Я не сомневалась, а все-таки на сердце беспокойно. Видишь, он об Алёше хочет книгу написать. Ну, взял его эти бумаги, всякие письма, а я отдала. А вот сама не своя. Да ведь не съест он их. Не съест, а вдруг не вернёт. Поленится обратно. Да что вы, Анна Герасимовна, обязательно привезёт? Он вам денежный залог хотел оставить. Да ну, ты это в своём гастрономии денежный-то залог за посуду бери. А вы, Глафира Михайловна, в гастрономии работаете? Да. Старшая продавщица кондитерского отдела. Так. Правда, я пока одна, но мне уже помощницу подыскала. Залог, она, она что мне его деньги залог? Да ну ведь он вам все свои документы предъявил. Паспорт Союза писательных удостоверений, вы знаете, за подписью Горького Алексея Максимовича. Да, сама в руках держала. Знаете, я в первый раз живого писателя вижу. Очень солидный человек. Вот машину без манова четыре часа держала. Четыре часа. А, четыре часа. Вот велика солидность. Перевод к деньгам. Мог бы он электричкой приехать. Да что? Словно, Анна Герасимовича. Ведь у него-то, пойди, своя машина. Да ну что? Такси, победа. Такси? Да. Значит, поиздержался. Ох, поиздержался. Да что вы, писатели народ богатый. А ты, Славик, 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 ты что это отставляешь? Нет, нет, нет. Да спасибо, Анна Герасимовича, не могу уж больше. Нет, 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 нет. Не могу, спасибо. Знаю, Анна Герасимовича, Тогорск пирогами славится. Да, славится, славится. А вы, честно, не нашли земля? Да нет, я рязанский. А в Рязани тоже печь мастера. В старину говорили, в Рязани пироги с глазами. А, ну да. Их едят, они глядят. Их едят, они глядят. Ешь, 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 кушай, пожалуйста. Да нет, спасибо, Анна Герасимовича, спасибо. Ну, полоску, полоску. Да не могу уж я больше. С капустой, ведь Алешин любимый. А таких в гастрономе-то, наверное, не бывает, а? Да? А вы поинтересуйтесь качеством. Заходите. А это такой же гастроном? Главный. Садовая 23. Вот. Вон там вот. Ах, Садовая 23. Да, только завтра мы выходные. Ну что ж, зайдем. Обязательно зайдем. Заходите. У нас ассортименту 200 названий. Правда, у вас в Москве есть магазины, которые до 500 доводят. Но это ничего. Мы тоже отставать не собираемся. Слушай-ка, ты эту, с капустой, полоску обязан съесть. Анна Герасимовича. Алешин любимый. Ты погляди портрет-то, Алешина. Фронтовой, фронтовой. Красивый, а? Кровь с молоком. А уж я говорю, добрый ты. Хороший парень был. Был. Вот легко сказать, был. Ведь я его выненчила. Я первый раз ему волосы расчесала. Первый раз в училище. Это не ваш, это из Москвы. Да? Ты погоди. Я тебе сейчас всю эту точку нарежу. Да что вы, Анна Герасимович, спасибо, спасибо. Анна Герасимович, ну поскорее, потому что у тебя брат через 7 минут. А я ничего, я в следующем поеду. Да? Ну ладно. Да, какой воздух у вас. Хорошо здесь. Да, так значит, в гастрономии работаете? Да, старшей продавщицей. А ведь у нас есть с вами общие знакомые. Да ну? А кто? Один москвич. А кто же персонально? Игорь Иванович. Игорь Иванович? Да. Какой Игорь Иванович? Туманов. Туманов. Ну да. Игорь Иванович? Да. А какой он из себя? Как же, высокий брюнет. Высокий брюнет? Да. Нет, не знаю такого. Да нет, есть москвичи, но высокий брюнет не есть. Нет, ей богу, не знаю такого. Вы все, наверное, придумали. Шутите? Да, ну мне пора. Вот слушай-ка, нахуй придевать. Да что вы, что вы, Анна Герас? Ну, ну, рад, рад, вижу. Светло передает Быстрову большой букет цветов. Да бежать-то я успею. А тут через овражек, так дорожка короткая. Я тебя сейчас проведу, проведу. Да что вы, Анна Герас? Там-то бегут. Я заплукаюшку, грушу, я мигаю. Ладно, ладно, я мигу, пойдем. Да. Ну так будьте здоровы. До свидания. Так вы пошутили, да? Ну, конечно, пошутил. Ну, я так и думала. До свидания. До свидания. Будете в Загорске, заходите. Непримерно. Пошутил. С чего это? Игорь Иванович? Высокий, черный. Какой это, Игорь? Нет, честное слово, в первый раз слышал. И не нужно. И чужая земля не нужна. Груша берет с стола посуду и уходит в дом. В саду появляется высокий мужчина в шляпе и светлым летним пальто. Показавшаяся на террасе груша с интересом смотрит на незнакомца. Простите. Это дом Светловой? Да. Она сейчас придет. Пожалуйста, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Вы прямо с Чукотки? Почему с Чукотки? А вот ждет она оттуда одного человека за цветочными семенами. За семенами? Да. Нет. Нет. Вы что же с Анной Керасимовной живете вместе? Нет, с соседкой. А внука ее не знали? А Леша-то? Ну, еще бы. Вот это хорошо. Значит, и с вами разговоры будут. Со мной? Я с Алексеем Михайловичем воевал вместе. Теперь хочу о нем книгу писать. Вот и заехал побеседовать. Узнать, не сохранилась ли у Анны Керасимовны его бумага. Писем, дневников. Утро следующего дня. Кабинет подполковника Минаева. Изредка останавливаясь около инженера Руденко, сидящего на диване, Минаев беспокойно ходит по кабинету. Товарищ Руденко, а вы не знаете, зачем Туманов собирался в Загорск? По делам службы? Нет. Мне было бы известно. Разрешите? Да, заходи быстро. Андрей Ильич, я все утро наводил справки. Ни одна редакция не заказывала статьи о Туманове. Ну, так я и думал. Надо бы узнать о Туманове. Не вспомнила ли она фамилию журналиста? Нет, не вспомнила. Я недавно звонил. Руденко, вы никогда не слыхали о Туманове, о такой Светловой? Светловой? Светловой. Нет, не слыхал. У нас в геофизическом учился Светлов. А вы окончили тот же геофизический, что и Туманов? Да. Туманов окончил до войны, а я в 42-м поступил на первый курс. Так, скажите, а Светлов, о котором вы говорите, он не из Загорска? Из Загорска. Ведь из Светлов с последнего курса ушел добровольцем на фронт. И геройский погиб в 43-м году. Мы получили письмо из его части и навестили его бабку в Загорске. А товарищ подполковник, это, несомненно, тот сам. А Туманов был дружен со Светловым? Это было до моего поступления в институт. Слушай, может быть, тот писатель, который ездил в Загорск, уговорился с Тумановым встретиться у Светловой, пора спросить о ее внуке, ведь он о нем пишет книгу? Да, очень возможно. Как его фамилия? Зайчиков. Василий Павлович Зайчиков. Зайчиков. Позвони в союз писателей, разыщи Зайчиков. Слушай. Я все-таки должен знать, что могло понадобиться Туманову в Загорске. Бабка погибшего товарища? Туманов мог собраться навестить ее? Долгорька собирался. Пять, нет, больше, шесть лет. Курите. Спасибо, у меня свои. Ах, черт, забыл. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Товарищ Руденко, вот вам приходилось сталкиваться с Тумановым очень близко по работе. Скажите, какое производил он на вас впечатление? Я помню Туманова еще по институту. Он читал у нас лекции и был тогда совсем другим. Другим? Вот это интересно. Веселым, общительным, даже легкомысленным. На экзаменах никогда никого не проваливал. Казался очень преданным нашему институту. А в один прекрасный день сел в поезд, уехал в Москву, в командировку и не вернулся. Устроился там на теплое место в министерстве. Вот-вот. Это мне тогда показалось чем-то вроде дезертирства. Потом я уже встретился с Тумановым у нас в конструкторском бюро. Скажите, а вот как он попал из министерства к вам в конструкторское бюро? Ведь в прошлом году правительство обратило внимание на необходимость усовершенствования приборов для геологической разведки. Туманов сделал заявку на прибор, его сразу же перевели к нам. Так вот, встретились мы. Вижу иной человек. Сдержан, деловит, замкнут, во всем решительно пунктуален. Ну, я решил, что молодость прошла, наступила зрелость, остепенился и вырос. Но потом, когда я ближе присмотрелся к нему, я почувствовал, что что-то меня в нем беспокоит и раздражает. Не знаю, может быть, я относился к нему с предубеждением, но меня даже выступления его раздражали. Хотя выступал он всегда правильно. Например? Да вот совсем недавно выступая, он хорошо сказал, что тот, кто стремится только к личному успеху... Тот не может быть настоящим борцом за новое. Это его слова. Остепенился, говорите, вырос. Вот когда мы говорим про человека, что он вырос, это значит, что он стал настоящим, полноценным членом нашего общества. Этого о Туманове я бы сказать не мог. Тем месяцем назад он просил у меня рекомендацию в партию. Я не долг. Я даже в райком ходил посоветоваться. Все-таки талантливый человек. Да, понятно. Изобретатель. Ваши водорога, а скажите, в каких отношениях Туманов был с коллективом? А вот это именно то, что больше всего меня в нем беспокоило. А как коллектив у вас? Великолепнейший коллектив. Люди подобрались один к одному. Ну и что же, Туманов был во вражде с ними? Нет. Ни с кем никаких недоразумений, ни ссор, ни с клоками. Значит, дружные были отношения? Вежные. И только? Да. Держался сам и держал других на расстоянии. Так. Не было у него желания прийти на помощь, поделиться удачей. Работа Туманова не была завершена. Оставался еще один существенный вопрос, как увеличить радиус действия прибора. И насколько я понимаю, это давалось ему нелегко. Я предлагал ему помощь и свою, и нескольких наших лучших инженеров. Да, отказался. Да. Формально он имел на это право. Но изобретение настолько важное, что на днях я с Барторгом, мы просили отчитаться его о ходе работы. Так, товарищ Сударев, а как вы думаете, из каких соображений Туманов отказывался от помощи? Мне казалось, что он, ну, боялся, что ли, что славой его захотят разделить с ним другие люди. Попытаются примазаться к его успеху. Я много раз пытался вызвать его на откровенность. И ничего. Непонятный человек. А вам не кажется, что Туманов был просто расчетливым карьеристом? Нет. Он был честолюбив. Это несомненно. Туманов честно работал. И, кроме того, изобретение его в самом деле имеет серьезное значение. Разные бывают карьеристы, вообще, в данном случае угодничают, занимаются подходящим, а другие во имя личного успеха идут на прямое преступление. Но все они неминуемо нарушают нормы поведения советского человека. Нормы социалистической морали. И на этом их ловит враг. Не случайно партия, Иосиф Виссарионович, лично, неоднократно напоминали нам о необходимости самой жестокой борьбы с пережиткой. Вот сегодня пережитки – это единственная оставшаяся лазейка для врага. Вы считаете? Вы считаете, что Туманов? Нет, я не знаю, пока ничего не знаю. Враг? Нет, я ничего не предполагал. Нас сейчас вам удалось установить, что сделал Туманов за последние два месяца. Я распорядился сегодня к вечеру, все будет известно. Немедленно сообщите мне. Слушай, товарищ Минаев. Да? Мне нужно в бюро. А, пожалуйста, пожалуйста. Простите, что оторвало вас так много времени. Вам большое спасибо за точную информацию. Ну, какой же точную? Наоборот, да хоть что-то Туманова я знал очень плохо. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Да, но он плохо знал Туманова, а я до сих пор знаю не лучше. Но почему же Туманов вдруг переменился? Был весельчаком, легкомысленный человек, и вдруг... Войдите. Комната 149. Меня называли. Товарищ Родионов. Да. Прошу вас. Вы знали Туманова, Игорь Иванович? Да, знала. Он покончил с собой. Что? Нет, это... Этого не может быть. Это не правда? Нет, правда. Странно. Странно? Очень уж не похоже на него. Но почему? Вы знаете, почему? Я думал, вы знаете. Нет, я ничего не знаю. Когда вы виделись с Тумановым в последний раз? Давно. Когда? Два месяца тому назад. В июле? Да, восьмого июля. Так, восьмого июля. А до этой ссоры вы часто с ней встречались? Часто, но ссор нет. Мы не поссорились. Мы разошлись. Почему? Вы поймите, я вас спрашиваю, не ради праздного любопытства. Я должен знать все про этого человека. А я ничем не могу помочь вам. Я не знаю, почему он покончил с собой. Да, это странно, конечно. Как он мог покончить с собой такой жизнерадостный? Такой общительный. Жизнерадостный? Да. Кто это сказал вам? Его друзья. У него были друзья? Да, друзья по институту, по конструкторскому бюро. Талант, воля, характер. Это вам тоже говорили друзья? Да, разносторонний и умный человек, прекрасный музыкант. Музыкант? Любил и понимал музыку. Сам прекрасно играл на рояле. Играл, но только дешевый романс. Он ничего не понимал в музыке. Он очень любил вас. И когда понял, что вы к нему не вернетесь... Нет. Я вижу, вы... Вы думаете, что он покончил с собой из любви ко мне? Нет. Нет. Это не правда. Он не любил меня. Он меня... Он меня никогда не любил. Мы каждый раз ссорились, спорили. Я не могла понять его взгляд, его убеждение. Татьяна Сергеевна, присядьте, пожалуйста. Я вас очень прошу, расскажите мне, из-за чего вы с ним ссорились, спорили? Мы разные люди. Для него... Для него жить значило жить только для себя. Он иронически относился ко всему, что мне было дорого. А все, что было дорого ему, мне казалось нестойчивым и стыдным. Он был инженером. Крупный изобретатель, окруженный вниманием и заботой. Самая главная работа шла у него успешно. Думанов же всегда был хмурым, недовольным, ущемленным. Почему? Почему он был таким? Я сначала думала, что у него в прошлом какая-то трагедия. Я жалела его, я надеяла, что он изменится, что он перестанет смотреть на все так безнадежно. Ну а потом я поняла, что он неисправимый, что он просто любит. Вы понимаете, любит удивительно гадко говорить о людях и во всем видит только скверы. Он мог долго рассказывать о том, что Тургенев был хвостом в рай. А Достоевский проигрывал с карты и потом клянчил деньги у чужих людей. Вы понимаете, для него в жизни ничего не было красивого и настоящего. Он всегда доказывал мне, что люди совершают великие подвиги только из каких-то гадких, корыстных побуждений. Он был зависимым. Так чему? Чему он зависимым? Всему. Чужой радости, славе, успехам, даже чужому хорошему настроению. А сам радовался только чужим неудачам. Вы молодец, Татьяна Сергеевна. Строгой судья. Нет, я ему не судья. Я любила его и хотела, чтобы он был счастлив со мной. Я только не могу понять, как у него хватило решимости. Вы понимаете, он был так мнительный, боялся простуды, ствозняков. Я никак этого понять как раз не могу. Скажите, вы знали его помощника, Казина? Нет, у нас не было общих знакомых. Сайчикова? Нет. А Светлову? Нет. А разве была... Старушка из Загорского не знали? У нас не было общих знакомых. А кто же вас тогда познакомил? Тарас Бульба. Кто? Папиросник на Среценском бульваре. Дядя Миша. Мальчишки прозвали его Бульбой за длинные усы. У меня был больный отец. И я ежедневно покупала ему папиросы. Вот там я первый раз увидела Игоря. Он тоже каждый вечер заходил к дяде Миши. Так, каждый вечер? Да. Вот там мы и познакомились. Так. Благодарю вас, Татьяна Сергеевна. Вы нам очень помогли. Вы уже кончаете консерваторию? Да, я на четвертом курсе. Ну, желаю. Желаю вам успеха. Спасибо. До свидания. Оставшись один, Минаев быстро подходит к столу и берет телефонную трубку. Минаев говорит. На Сретенском бульваре папиросник. Дядя Миша. Прозвище Тарас Бульба. Разыщите и немедленно пригласите к нам. Ни черта Туманов не переменился. Остался таким же тщеславным и зависимым карьеристом. Но что-то произошло. Какая-то тайна вошла в его жизнь. Андрей Андреевич, я разыскал зайчика. Ну, очень хорошо. Звонил ему по телефону, но его не подзывали. Спит. Двое суток работал, не выходя из дома. Как, не выходя из дома? А кто же ездил за горсть? Вот тот и оно. Да, но ты просто не к тому зайчикову попал. Андрей Андреевич, я дважды сверял в Союзе писателя. Может, в Союзе не один зайчиков? Только один. Василий Павлович. И даже Василий Павлович? Странно. Странно, странно. А квартира Тумановая? Вера Аркадьевна, здравствуйте. Это опять я, Минаев. Вера Аркадьевна, вы не вспомнили на фамилии журналиста, звонившего Игоря Ивановича? Нет. Я скажу вам. Зайчиков. Верно? Вы не ошибаетесь. Зайчиков. Благодарю вас. Сейчас же соединись с Загорском Светлова сюда немедленно. И как только ее привезут, как хочешь, но доставишь сюда зайчика. Слушаюсь. Вечер того же дня. Минаев сидит с записанным столом, продолжая внимательно изучать записки Туманова. Только что вернувшись из Загорска, в кабинет входит Быстров. Светлова действительно исчезла. Дом с утра на замке. Что, и никто не знает, где? Вы понимаете, опросили всех соседей. Я распорядился, чтобы привезли Глафира Михайловна. Это кто еще такой? Это продавщица из Гастронома. Соседка Светловой была, когда приезжал с Зайчиком. Ну и что же твой Гастроном? Ее тоже нет, у них выходной день. Ну, начинается. Терпеть не могу я этих внезапных исчезновений, как в плохом романе. Андреевич, я разыскал шофера, который возил Зайчиков в Загорск. Он здесь. Молодец. Давай шофера сюда и разыщи Зайчика. Послушаю. Войдите. Шибанов Иван, меня вызывали. Шибанов Иван? Так точно. Из третьего, так же Моторну. А, вызывали, вызывали. Хорошо у вас. Садитесь. Так, товарищ Шибанов, значит, вы шофером работаете? Так точно. Да вы сидите, сидите. Ну, только это не я, это мой напарник. Что напарник? Никита виноват. Я ему говорю, Никита, не болей, ответственно тебе заявляй, как бывший танкист и трех орденок кавалер. Болейте, я говорю, добра не добудет. Я знаю, товарищ Шибанович, знаю, что вы скажете. Но только раз кто футболом заболел, это конченное дело. Вот прошлое воскресенье, Динамо, Торпедо, смена моя. Никита говорит, подкинь меня на стадион. Везу Никиту на стадион. А впереди машина с генерала в ваше ведомство. Я хотел машину-то попридержать, а Никита говорит, давай, нажимай, нажимай. Согласен, согласен. Никита виноват. Вот, вот, правильный вы человек, товарищ майна. Разрешите? Ой, закуришь. Пожалуйста, пожалуйста. Только вызвал я вас по-другому делу. По-другому? Да. Кого вы вчера возили в Загорск? Пассажира. Дорогой разговаривали? Да, беседовали. Машину Падальцев подавали? Нет, взял, он на стоянке у Ярославского вокзала. Так, говорите, беседовали. Ну, о чем же вы беседовали, называл пассажир своей фамилии? Нет, никак нет. Ну, рассказывал, кто он, чем занимается? Ну, так, вообще беседовали о разном, о житейском, о том, что сколько зарабатываю, как живу, много ли детей. Да вообще так содержательно, когда туда ехали, содержательно беседовали. А вот обратно... Что обратно? Обратно в молчанку играли. Он как сел, так все время бумаги читал. Какие бумаги? А те, что в Загорске взял. Так все время до Москвы этим занимался. Да, вот возьмет, листок просчитает, разорвет и в окно выкидывает. То есть, что раздачет? Все бумаги разорвал. Да, да единый все разорвал. И так все повыкидывал. Минаев берет телефонную трубку. Ниночка, затребуйте из института с геофизического факультета личное дело студента Светлова, Алексея Михайловича. Светлова. В Москву привезли его по какому адресу? Да, к Кирослазскому вокзалу. Обратно? Да, так точно, на ту же стоянку. Рассчитался он со мною, так, по счетчику. Потом вылез и сунул мне в руку несколько сигарет и сказал, за труды. Он все время сигареты курил. И так вот за все время, заново чесается, два слова и сказал, за труды. Когда туда ехали, беседовали как равные. А вот обратно я вроде как-то у него халуя. И нет того, чтобы вот сигаретки там угостить. Нет, а так как будто бы на чай дали. Так, скажите, а какие сигареты вы не запомнили? Позвольте, новые сорты, дорогие, союзные называются. Союзные? Союзные, так точно. Товарищ Минаев, не для того я за Берлина дошел, чтобы в конце концов чаевые получать. Я ему кричу, гражданин, гражданин! А он как квост землю провалился. Не иначе, как метро. Прикро! Ну, может быть, в вокзал вошел. Ну, кинул я эти сигареты с досады. Ну, как он был одет? А вот вроде вашего, сапоги, гимнастёрка. С погонами? Нет, спорта погонами. Должен быть демобилизованный. Так, возраст? Молодой, старый? Возраст средний. Да, средний. Так, блондин, брюнет. Лицо бритое. Так, очки. Сидовато. Больше ничего не приметили? Нет, ничего. Товарищ Шибанов, при встрече узнаете? Ну, а как же, с чем? Ну, вот что, я вас попрошу, пройдите в эту комнату и запишите все, что вы здесь рассказали. Прошу вас, пожалуйста. Шибанов встает с кресла и нерешительно идет в соседнюю комнату. А в футболе тоже написать? Нет, это не надо, это я запомнился. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, слушаю, товарищ генерал. Уверен, уверен, что дело серьезное. Очень серьезное. Данные пока скудные. Не знаю, пока не знаю. Ну, да, было у древних поговорка, что о мертвых надо говорить хорошо. Или вовсе не говорить. Нет, товарищ генерал, о мертвых тоже полезно знать правду. Так и будет. Дверь с силой распахнулась, и на пороге появился приземистый, широкоплечий человек с большими седыми усами на добродушном лице. Товарищ Минаев, вы? Я. Так, товарищ Минаев, дело не пойдет. Какое дело? Наше, государственное. Полдня на базе проторчал за товаром. Наконец привез. И только стал витрину оформлять, до вас позвали. Дядя Миша. Да? Дядя Миша. Ну, ничего не поделаешь, дядя Миша. Дело очень серьезное. Устраивайтесь, пожалуйста. Разрешите паспорт, пропуск. Садитесь, пожалуйста. Значит, в киоске работаете? Да, заведую киоском номер пять, глав табака. Люди придут. Так. Киоск закрыт. А я ж двадцать лет, как часы. У меня ж клиентура постоянная, богатая. Так, вы своих клиентов по фамилиям знаете? По фамилиям? По вкусам, по желаниям. Например, доктор Родионов. Три Беломора, двенадцать девяносто. Майор Бабаедов. Два Казбека фирмы Ява, одиннадцать десять. Профессор... Туманов, Туманов. Нет. Инженер-конструктор Туманов. Да. Так это четыре раза элит. Так. И коробка спичек. Сорок четыре, двадцать. Так. Профессор... Когда Туманов был у вас в последний раз? Только субботу вечером. Он повсегда заходил вечером. Был один. Так компиросов, это же не пиджак, чтобы в компании выбирать. Конечно, один подошел, а потом еще один гражданин объявился. А, ну да, приятель. Да нет. Не похоже. Потому знакомились, представлялись друг друга, ушли вместе. Значит, тот, который подходил, называл свою фамилию? Называл. Ну, запомнили. Так мне же ни к чему. Внешний вид описать можете? Обыкновенный. Ну, высокий, маленький, толстый, худой. Рост средний, комплекция средняя. Молодой, старый? Так, средних лет. Брюнет, блондин. С лица бритый, но волос нельзя различить по шляпам. Ну, понятно. Ну, а как был одет? Одет костюм светлый, гражданский. Так. Пальто кабардиновое на руке, конечно. Да, при этом при очках. Так. И шляпа широкая, широкополая, такая, как зонтик. Фертовая. Фетровая. Вот, вот, фертовая. Ну, дядя Миша, а больше никаких примет не припомните? Нет, не припомню. Давайте-ка захурим. Говорят, это освежает мозги. Так я лучше вот сигаретки. А. Новый выпуск, союзный. Вот, рекомендую. Да. 20 штук 8 рублей люкс. И вот тот гражданин, который к Туманову подходил, то тоже пачку взял вот этих вот. Вот эти союзные. Союзный. Так. Значит, больше ничего не заметил. Товарищ Минаев. Если бы мне знать, так я бы его насквозь изучил. Мне же ни к чему, да и ничего не представляет из себя такого особенного. В кабинет поспешно входит Быстров. Андрей Андреевич, привез Зайчикова. Уведи писать протокол, подготовь их. И когда я позвоню, первым выпустишь папиросник. Слушайте. Ну, папаша, пройдемте в эту комнату. Напишем все, что вы тут рассказали. Дядя Миша медленно поднимает с кресла и, недоверчиво оглядываясь на Минаева, идет за Быстровым. Оставшись один, Минаев заглядывает в приемную и, улыбнувшись, широко открывает дверь. В кабинет входит высокий человек в модном сером костюме в широкополой шляпе. На его руке перекинуто пальто. Пожалуйста, на диван постарайтесь. Разрешите паспорт, пропуск. Садитесь. Здорово. Вы извините, порвали вас от работы? А, да, ничего. Надо же когда-нибудь выйти из дома. Я уже три дня на улицу не выходил. С субботы. Нет, с пятницы. Да, да, с пятницы. А вы знаете, я как-то привык представлять вас в военном. Вы давно в штатской надели. Я читал ваши очерки военного корреспондента. Да, вы знаете, вот год уже как доминализовался, а все нет, нет, и потянет надеть гимнастерку и спаги. Да, да. Вы разрешите курить у вас, да? Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, нет, благодарю вас, я курю только сигареты. Новинка? А, да, союзный, пожалуйста. Спасибо. Значит, три дня не выходили из дома. Да, еще неделю проторчал бы, если бы не вы, не до свидания в союзе. Так. Ну, Василий Павлович, чем думаете нас порадовать? Да радовать-то, в общем, нечем. А вы знаете, я сейчас собираю книгу своих очерков. Очень, знаете, трудно. Хочется всю работу переписать заново. Это что так? Ну, беспокоить, как зубная боль. Да, кстати, вы знаете, у меня есть рассказ о чекисте. Не помню. Это не мудрено, потому что о вас пишут мало и пишут плохо. Да, вот у меня тоже ничего не получилось. А вы знаете, мысль была очень хорошая. Герой, такой старый чекист, который с грустью думает о том, что вот все люди в его стране, ну, оставляют после себя плоды своих трудов. Один там, скажем, ну, дом построил, другой какой-то важный прибор изобрел, третий роман написал и так дальше. А он имеет дело с врагами, диверсантами, понимаете, с вредителями, со всяким человеческим отребием. Противно. 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 И не понимает, не понимает старик, что на защиту государства от тайных врагов народ посылает своих самых чистых, честных, преданных сыновей. Правильно. Да, вот, простите, я запишу, у меня мысли хорошие. Ладно, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Зальчиков надевает очки и, вынув с кармана блокнот, что-то записывает. Минаев, незаметно для собеседника, нажимает кнопку звонка. Входит дядя Миша с леском бумаги в руках. Пристально посмотрев на Зайчикова, он направляется к Минаеву. Вот, товарищ Минаев написал, все. Прекрасно. Это? Нет. Хотя, чего ты его знаешь, можете? Сейчас поздний, вы знаете. Спасибо. Взяв паспорт и пропуск, дядя Миша уходит. Да, так, да, так вы, Минаев, простите, ваше имя, отчество. Минаев, вы старый член Союза? А, да, конечно. Со дня основания, что-то. Да, простите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Минаев снова нажимает кнопку звонка. Появляются Быстров и Шибанов. Они проходят мимо сидящего на диване Зайчикова и выходят в приемную. Нет, это не то. Совсем не было. Членский билет Союза советских писателей у вас с собой? А, да. Разрешите? Давно принято в Союз? Как, не основание, то есть с 1934 года. Там же все написано. Да, я вижу. А почему у вас подпись Фадеева? Простите, я не понимаю вашего вопроса. Билеты старых образцов подписаны Алексеем Максимовичем Горького? Да, вы знаете, этот билет с подписью Алексея Максимовичем Горького и паспорт я утерял полгода тому назад. Василий Павлович, вы заявляли кому-нибудь об этом? А, заявлял. Конечно, заявлял. Справляюсь каждый месяц. Но ведь Москва большой город. Где его найдешь? Понятно, Василий Павлович, понятно. Простите, что побеспокоили. До свидания, товарищ Зайчик. До свидания. До свидания. Не тот, ну где же тот? С чужим паспортом, а под чужой фамилией. Что ты теперь делаешь? Ужинаешь? Спишь? Гуляешь? По какой улице ты сейчас идешь? Может быть, под моими окнами? Все равно я тебя найду. Так, в субботу вечером ты говорил с Тумановым. Назначил ему встречу на воскресенье утром. Ты, вероятно, хорошо выспался. Ты считал, что Туманов у тебя в руках. Утром ты проходил мимо Тумановского дома. Стоял народ, дворничих объяснял, а застрелился, молодой, ничего не оставил. Ты понял. Ты понял, что Туманов тебя не выдал. А потом ты бросился в Загорск за бумагами Светлова и уничтожил их. Что же там было? Хоть бы какой-нибудь след. Вот, такой огромный город Москва. Вот, где ты? Ты думаешь, что ты в безопасности? Ну, думай. Думай. Да. А, Мишенька. Ну, здравствуй, здравствуй, сыночек. Здравствуй. Ну, что там у тебя? Эх ты, задача не выходит. Ай-яй-яй. Что, что, что? Получается два с половиной человека? Что ж, не хватает полчеловека? Ну, ничего, найдешь. Найдешь, сыночек. Я вот целого человека никак найти не могу, не плачу. А ты подумай еще. Ну, ладно, спроси. Спроси маму. Ну, сыночек, сыночек, ты подумай еще. Ну, ладно, подумай. Подумай еще. Вошел Быстров. Андрей Андреевич, личное дело. Чье? Светлова Алексея Михайловича вы днем заказывали. Давай. Разрешите идти? Ступай. Быстров уходит. Выключив люстру, Минаев зажигает настольную лампу. Потом садится за стол и, закурив папиросу, открывает папку с личным делом Светлова. Ну, что же связывало тебя со студентом геофизического факультета Светловым Алексеем Михайловичем? АПЛОДИСМЕНТОР 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 Прошло несколько часов. Наступила ночь, а в кабинете по-прежнему горит настольная лампа, освещая склонившегося над столом Минаевым. Ну, все ясно. Что же тут еще? СМО, анкета. Дорогие друзья, 12 марта, находясь в разведке, пал смертью храбрых студент вашего института. Алексей Светлов по радио вызвал на себя арт-огонь. Комсомольский коллектив института может гордиться, а мы его вовек не забудем. В поручении бойцов и командиров младший лейтенант Сергей Преображенский. Анкета. Светлов. Алексей Михайлович, год рождения, 17-й. Отец-машинист, убит под Царицыным в 19-м году. Мать-учительница, воспитывался у бабки. Домашний адрес. Загорск. Садовая, 23. 23. 23. Быстров. Быстров. Что, Андрея? Сейчас же узнаю в институте, брал ли кто-нибудь дело Светлова. Да, брали. Кто брал? Хранитель архива, не помню. Какой адрес был записан у Туманова в записной книжке? Садовая, 23. А на самом деле? Садовая, 32. Дело брал Туманов. Та же ошибка с адресом, что и здесь. 23 вместо 32. Ты понимаешь? Дело брал Туманов. Андрей Андреевич, ну а что из этого? А ты ступай, 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 ступай. Так. Вот она, последняя улика. Да? Доварищ Руденко? Ну что, экспертиза? Так. За два месяца Туманов ничего не сделал. Понятно. Ну что, волнуйтесь, это понятно. Так, всего хорошего. Так, я и знал. В кабинет вошел генерал-майор Лавров, начальник одного из отделов министерства. Здравствуй, генерал. Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Генерал подходит к окну и открывает его. Грех ты накурил как, а? Ну как дела, докладывайте. Товарищ генерал? Да. Я открыл тайну Туманова. Да. Туманов украл чужое изобретение. Оно принадлежало другому человеку, Алексею Светлову. Об этой краже знал человек с чужим паспортом. Он шантажировал Туманова и довел его до самоубийства. Понимаю. Сенсация. Но я не любитель сенсаций без доказательств. Доказательств между я. Пожалуйста, генерал. Туманов. Да. Учился на геофизическом факультете, там же, где и учился Алексей Светлов. Алексей Светлов в 43-м году погиб на фронте. Во время учебы профессура на Алексея Светлова возлагала большие надежды. Вот отзывы профессуры. И теперь послушайте последнее письмо Алексея Светлова в институт с фронта. Учитесь, друзья, и свято помните, что тот, кто в своих исканиях стремится только к личной славе, кто оценивает результаты своей работы только как к свой личный успех, тот не может быть настоящим борцом за новое. Постой, 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 постой. Ты мне вчера докладывал, что эти мысли принадлежат Туманову. Правильно, товарищ генерал. Туманов просто украл у советского человека мысль, чтобы ему поверить, что он советский человек. Хорошо. Но какое это имеет все отношение к краже проекта? Простите, товарищ генерал, я еще не кончил. В этом письме дальше. Вот, я и на фронте пытаюсь продолжать работу над одним прибором, начато еще до войны. Надеюсь, закончить ее, когда вернусь. Следовательно, Светлов не успел закончить работу, а Туманов, укравший проект, не сумел ее закончить. Следовательно, и это еще не доказывает, что Туманов украл проект. Простите, товарищ генерал, я еще не кончил. Туманов решил поехать в Загорск для того, чтобы в бумагах Светлова найти какие-нибудь указания, как закончить работу над проектом. Утопающий хватается за соломинку. Да это я вижу, что утопающий хватается. Минаев, мы ведь с тобой не знаем, над каким прибором работал Светлова. Простите, товарищ генерал, зато мы с вами знаем, каким прибором интересуется человек с чужим паспортом. А то, что он забрал у старухи Светловой бумаги ее внука, нам с вами доказывает, что между работами Туманова и Светлова прямая связь. А, Минаев, вот это уже кое-что есть. Ты что, сядь, Минаев, сядь, не болтайся, сядь. Сядь Леонидович, теперь представьте себе на минуту, в каком положении оказался Туманов. Человек всю жизнь мечтал, как можно быстрее сделать карьеру. Его терзало сознание собственного ничтожества. И вдруг к нему в руки попадает чужое изобретение, которое сразу принесет ему славу, деньги, положение в обществе. Но он не учел одного. Работающий не завершена для того, чтобы закончить работу над проектом. От Туманова потребовалось бы знание, умение, талант. Закончить работу над проектом он не смог. Над ним нависла угроза разоблачения. Крах карьеры. И в довершение к этому, в субботу вечером, появляется человек, который каким-то образом знал о краже Туманова. Он потребовал у него чертежи прибора. Этого сделать Туманов не решился, потому что он знал, что возмездие не заставит себя долго ждать. А прийти к нам и честно рассказать о появлении прохвоста, который его шантажирует, он не смог. Ведь это означало бы прийти и сказать, что он вор. Но это не вор, это уж просто мародер. И не только мародер. Туманов должен был нам сообщить о появлении врага. А застрелившись, он стал еще и предателем. Ну что ж, Минаев, хотя у тебя прямых доказательств и нет, но это уже все похоже на правду. Вот что, Минаев, теперь для нас, для нас с тобой главное установить, кто же этот человек с чужим паспортом. Вот не знаю, Петр Леонидович, пока не знаю. А у тебя всегда так, пока не знаю, еще не знаю, а потом, а я так и знал. Мало, мало данных, показания шофера и папироски. Но он был у Светлова? Он там ничего не нашел, иначе бы он не уничтожил бумагу. А ты разговаривал со Светловой? Нет. Почему? Ее ищут с утра, она исчезла. Это скверно. Значит, у тебя нет никаких предположений, кто? Нет. Скверно. Генерал садится за стол и просматривает показания шофера Шибанова. Шофер, ну и на стоянке, так, рассчитался по счетчику, сунул мне в руку несколько сигарет, и срылся в метро, так, рассчитался по счетчику и сунул мне в руку несколько сигарет. Минаев, скажи мне, пожалуйста, ты бы сунул в руку несколько сигарет шоферу? Черт, предложил бы закурить папироски. Ну да, ты, значит, сделал бы как, взял бы пачку и предложил бы закурить. Ну да. Но чтобы сунуть сигарет на чай в руку шоферу, тебе, вероятно, не пришла в голову такая мысль? Нет, нет. Ну и правильно. И правильно, это приходит от общения с черным рынком, где каждая сигарета, где каждая папироса, это деньги, это валюта. Иностранец? Без сомнений, иностранец. Работает подписателя, знает, что у нас народ писателей любит. Писателю легче всего получить любую информацию. А так как с лихой быстро засыпешься, то вот и предпочитают. Предпочитают ворованные документы, но подлинные. Да. Да. Ну ждите, как появится, немедленно привезите сюда. Пропуск оставлю. Из-за горшек Светловой до сих пор нет. Черт возьми, иностранец, а? Нет, это... Куда завернул, а? Слушай, очевидно, иностранец. Да? Я их повадки хорошо изучил. Так вот, Минаев, ты вот что теперь подумай. Каким же образом человеку с чужим паспортом, иностранцу, мог стать известен такой по существу интимный факт, что Туманов обокрал Светлова? Ну да, Туманов не мог проболтаться. Значит, нужно установить, как, каким образом к нему попали бумаги Светлова. Это очень важно. Это очень важно. Петр Леонидович, может, Светлов сам переслал бумаги с фронта, или, вернее, кто-то после гибели Светлова передал эти бумаги Туманову. Этот кто-то мог проболтаться. Проболтаться. Так что же, нам надо начать тогда с фронтовых друзей Светлова. После его смерти в институт писал младший лейтенант Сергей Преображенц. Да. Вот, пожалуйста. Вот давай с этого Сергея Преображенского начнём. Садись, записывай. Первое. Запросить Министерство вооружённых сил о старшем лейтенанте Сергея Преображенском. Раз. И второе. Установить наблюдение за Казиным. Петр Леонидович, вы что думаете, Казин был связан с этим иностранцем? Я говорю, не забудьте, установить наблюдение за Казиным. Петр Леонидович, если бы Казин был их агентом, они уж как-нибудь получили материалы через него, и они обращались бы к Туману. Ну, правильно, всё правильно, всё правильно. Нет, Казин, Казин отшибался в Туману. Но как он о нём рассказывал, наивно, восторжен, так, может говорить только чистый и честный человек. Ну, правильно, Министерство. Петр Леонидович, я ваш ученик, и вы всегда мне говорили, что подозрительность и бдительность, это совершенно разные вещи. Ну, говорил, говорил, говорил. Ты сядь, Минаев, сядь, сядь. Скажи, пожалуйста, Минаев, нам необходимо найти настоящего врага? Конечно. Вот именно для этого мы должны установить наблюдение за Казиным. Я не понимаю, Петр Леонидович. Ну, не понимаешь, устал, значит, подожди. Скажи, пожалуйста, этот человек с чужим паспортом уже догадывается, что дело в наших руках? Конечно. Догадывается. Значит, он будет торопиться. И начнёт охоту заказа. И начнёт охоту заказа. Совершенно верно. Войдите. Поспешно входит Светлова. Она чем-то встревожена. Анна Герасимов, здравствуйте. Что с вами случилось? Где вы пропадали? Погоди, погоди, товарищ Минаев. Паспорт, держи, не потеряй. Ну что, пожалуйста, садись, Анна Герасимов. Здравствуйте, товарищ генерал. Здравствуйте. Ну, расскажите, что с вами случилось? Ой, я к тебе не одна. Ведь у нас цельная компания. Со мной этот Серёжа Преображенский, друг моего Алёши. Понятно. И потом это, Веткина, Бруша из Загорского. Понятно, понятно. Соседка моя. Так. Минаев говорит, пропуск Преображенскому и Веткин. Да, дождайте. Так Анна Герасимов, вы что же, значит, прямо из Загорска? Какой у тебя, батюшка? Да вчера ты в Загорск на машине, на такси, на Победе ко мне жулик приезжал. Так, назвался писателем, слышь, Зайчиковым. И будто бы он Алёшин приятель, а ночь, цельный божий день, мы его ищем. Поехали в адресный столб. Так у вас в Ленинградском Москве, это, 15 Зайчиковых Василий Павловичей. Да. А отец-то уж, вот, спасибо Серёже-то, Преображенскому, который внизу по Робску-то дожидается, он догадался, поехали в Союз. Писатели. Писатели, в Союз, а уж отец на квартиру к нему, а он до темно не идёт. Ведь я думала, убёг, так час тому назад тот пришёл. Ну и что? Нет, тот не похож совсем, вот, никак. Разрешите? Ну, и давай, Серёж, ты, Преображенскому, заходи, заходи. Ты не гляди, ты не гляди, что он в Преображенском. Он ведь говорит, капитан Груша, садись, садись. Анна Герасимовна, прошу вас сюда, пожалуйста, устраивайтесь. Ну-то. Пожалуйста, пожалуйста. Так, Анна Герасимовна, почему же вы решили, что писатель, который к вам приезжал, как вы выражаете, жули? Так, ну, эти, вообще, ну, одним словом, тёмный человек. И главное, товарищ начальник, писателем назвался, на такси приехал, удостоверение за подписью Горького предъявил, вот такой солидный человек, а оказался просто жулик. Разрешите, товарищ подполковник? Тогда, пожалуйста. Мы с Алексеем Светловым вместе в ополчение пришли. Да. И всё время были с ним вместе. Не было у нас никакого Зайчикова ни во взводе, ни в полку. Вот и ему верить можно. Мы не про него, Алёша, писали. Скажите, пожалуйста, ничего, сидите, сидите. Скажите, это вы писали письмо в институт после смерти Светлова? Я. Светлов оставил после себя какие-нибудь бумаги, документы? Да. Какие? Несколько тетрадок. Тетрадок. Каких тетрадок? Он конструировал какой-то прибор. Прибор. Он вам не говорил, что это за прибор? Алексей был очень скромен и почти никогда ничего не говорил ни о себе, ни о своей работе. Хорошо. Но, может быть, вы случайно как-нибудь знали, что за прибор он проектирует? Я ничего в этом не понимаю. Что-то связанное с геологией. С геологией, понятно. А почему вы сразу не переслали светловские тетради в институт? Я хотел переслать по почте, но время военное. Почта работала не всегда исправно. В декабре 43-го года проезжал я через Москву и передал их... Кому? Институт Алексея был эвакуирован. И я снес тетради в министерство геологии. Кому? Комната 112, инженер Туманов. Так. Инженеру Туманову. Скажите, а вы после переписывались с инженером Тумановым? Нет, я воевал. А потом был назначен в Вену в репатриационную миссию. А сейчас вы в отпуск приехали? Нет, на днях домобилизовался. Домобилизовался. Спасибо. Я, конечно, виноват перед памятью Алексея, что не узнавал о судьбе его работы. И собирался уже был написать, но в начале этого года в Вене разыскал меня какой-то инженер. Сказал, что он товарищ Алексея по институту. Спрашивал о его тетрадях. Сказал, что в институте интересуются не для музея. Я направил его к Туманову. Здесь ученый человек был, Алеша-то. Я говорю, ему бы и дом бы строить, и мост бы какой-нибудь. А это он винтовку взял. Ай, хорошо сделал, что взял. Я сама его вот этими вот руками благословила. Да, настоящий, большой человек был Алексей Светлова. Ну, уж. Задумал написать о нем книгу, не зная, как получится. Я ведь писатель начинающий. Лиха беда начала. Ой, товарищ Венагин. Ведь это мои слова-то. Ведь я как узнала, что у них не было Зайчика вот так. Я говорю, лиха беда начала. Ведь ночь переписку тащу, а ведь завтра невесть зачем потянутся. Вот я ведь грушмачи. Товарищ Минаев, я старуха. Я, может, не все понимаю. Но я тебе прямо говорю, не для хорошего это дело. Не для хорошего. Моя совесть тебе это велит сказать. Я затем и пришла. А ты во всем этим разберись. Я разберусь, Анна Герасимовна, разберусь. Ведь главное, на что ему мои письма. Ведь в них-то, окромя ласковых слов, то ведь ничего не было. Действительно, к чему? Я для книги материалы собираю. За ними вчера Канни Герасимовна приезжал. Завтра к Туманову собираюсь. Может... Да что ты, Сережа, заладил Туманов, Туманов, Туманов. Помер твой Туманов. Как? Ну, как? Да, он умер. Как же с тетрадью? У Туманов, конечно, их уничтожил. Там были не только технические расчеты. Там были его личные записи, фронтовые заметки. Все в перемешку на одних и тех же листах. Алексей работал полтора года. В нечеловеческих условиях. Неужели это все пропало? Нет, товарищ Преображенский, я не думаю, что все пропало. Изобретение Алексея Светлова имеет огромное значение для нашей Родины. И оно будет носить имя того, кому оно принадлежит по праву. Товарищ генерал, разрешите мне от имени всех фронтовых друзей Алексея Светлова поблагодарить вас, если бы вы знали, какой это был человек. Я вас попрошу пройти в эту комнату и записать все, что вы нам здесь рассказали, особенно про вчерашнего гостя. А, че уж про жулик писать. Такой порядок. Ну, пойдем, Сережа, Сережа. Пойдем. Все уходят в соседнюю комнату. Светлова задерживается в дверях. Товарищ генерал. Да, Анна Герасимовна. Не пропадет? Где это, Алешина? Не пропадет, Анна Герасимовна, не пропадет. Даем вам в этом слово, слово большевиков и чекистов, что не пропадет. Спасибо вам за Алешку. Светлова уходит в соседнюю комнату. Молодец, Минаев, светлая голова, все пока идет так, как ты говорил. Да, говорил, говорил, а вот не догадался, что иностранец. Ну, ничего, сегодня не догадался, завтра догадаешься, дело опыта. Минаев вдруг побледнел и пошатнулся. Ты что, Минаев? Да ничего, ничего. Что, Минаев, опять осколок беспокоит? Да несколько. А ну, садись, садись и не смей вставать, пока я не прикажу. Ничего, на фронте приходилось бодростью побольше. На фронте это не фронт, и там у тебя начальник был построже, чем я. А полковник Зеглер? Да, полковник Зеглер, полковник Зеглер. Страшно удивился полковник Зеглер, когда я его напрашивал, узнав, что ты шофер при штабе Гудериана русский коммунист. Вот что, Минаев, я не доктор, ступай в самую часть. Покажись специалистам. А понадобишься, я тебя вызову. Спасибо. А это серьёзное дело, Минаев, серьёзное дело, есть над чем подумать. Пётр Лёдович, ну откуда же всё-таки за границей стало известно? О содержании в тетради Светлова. Да, ведь Преображенский ничего не понимает в технике. Туманов не мог проболтаться. Вот что я думаю, Минаев. Я думаю, что когда в Вене к Преображенскому явился человек с чужим паспортом или его агент, то они только от Преображенского узнали о том, что существует Туманов и что ему перед на тетради. Но они уже тогда знали о ценности содержания светловских тетрадей. Знали от кого-то. Да ну вот кто это? Вот кто это? Вот давайте разберёмся. Вот разберись. Значит так. Туманов. Туманов отпадает. Отпадает. Преображенский. Отпадает. Отпадает. Светлов отпадает. Как известно... Видишь, Минаев, как известно, меня хоронили дважды. Один раз под Ельней, другой раз у партизан. Светлов жив. Вот что я тебе скажу. Просторный кабинет генерал-майора Лаврова. Тяжёлые портиры на окнах опущены. Мягкий свет люстры освещает кабинет. Перед массивным письменным столом сидят в кожаных креслах генерал Лавров и инженер Казин. И он не стеснялся, этот негодяй, вызвавший меня на свидание. Он предложил достать ему чертежи прибора. Нет. Он сказал, что понимает, что сейчас, после самоубийства Туманова, чертежи получить невозможно. Прошлите. Да, войдите. В дверях кабинета появляется Минаев. Разве я вас вызывал? Нет, товарищ генерал. Товарищ подполковник, насколько мне помнится, вас врачи отправили домой на трое суток. А уже прошло. Что прошло? Трое суток. Что вы мне голову морочите? Прошло 48 часов. У вас еще 24 часа. Вступайте, отдыхайте. Перед, дядь. Отдыхайте, отдыхайте. Разрешили? Нет, не разрешили. Кто разрешил? Врачи. Что разрешили? Ну, все. Что разрешил? Работа. Работа? Да. Ну, оставайтесь. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. А ничего, отлежался. Да. Привет. Вот товарищ Казин уже рассказывает о своей встрече на набережной. Так он потребовал, чтобы я достал ему первый доклад Туманова, сделанный в министерстве в начале работы. Доклад, конечно, секретный. Да нет, это просто заявка на работу над прибором. Но этот господин уверял меня, что если я достану ему этот доклад, то, видите ли, никто меня ни в чем не обвинил. Доклад действительно не имеет никакой технической ценности. Его любой геолог может получить в читальном зале министерства. Правда, на дом его не дадут. Он требовал, чтобы я обязательно достал библиотечный экземпляр с печатью конструкторского биора. Скажите, а общие идеи, заложенные в докладе, в загранице известны? Ну, конечно, я сам читал об этом в заграничном журнале. Ну, и что же вы ему ответили? А что я мог сделать? Позвать милиционеров? Я оглянулся, а он это заметил. Вы, говорит, конечно, можете позвать милицию, но мы говорим без свидетелей. Кто вам поверит? Однокровный негодяй. Да, я понял, что я должен убить этого негодяя. Что он не имеет права ходить по нашей земле и дышать нашим воздухом. Ну, я подумал, ну, его заберут. А если за ним целая организация, что тогда? Тогда не уйдут из наших рук. Я посмотрел на него, а он все время улыбался. Он все время снисходительно улыбался. Я решил, нет. Я приведу его к вам. Вот, он предложил мне сигарету. Я... Старый знакомый. Как, вы что, его знаете? Ну, а почему же он не в тюрьме? Как же вы позволяете? Это же враг шпион. Ти-ти-ти, ти-ти, ти-ти, тих, 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 тих. Каждому овощу свое время. Садитесь, садитесь. Простите. Я сказал, что должен подумать. У вас нет выбора, сказал он мне. Письмо Туманову у нас в руках. Из письма ясно, что вы являетесь участником преступления Туманова. И что отлично знали, что Туманов работал над украденными заблетеями. Пока о письме знаете только вы и я. Но если вы не достанете мне завтра же доклад, то я придам это письмо гласности. И тогда вам, говорит, крышка. Он так и сказал, крышка. А потом он добавит, что если я достану ему этот доклад, они заплатят мне крупную сумму денег. Ну и чем же закончилось ваше свидание на набережной? Я сказал, что боюсь, но постараюсь достать доклад. Он с улыбкой приветливо приподнял шляпу. Я спросил, как я смогу с ним связаться. Он ответил, что сам позвонил мне послезавтра и ушел. Ну что же, спасибо, Дмитрий Яковлевич. Большое вам спасибо. Вы нам очень помогли. Пожалуйста, товарищ генерал. Это мой долг. До свидания. Как идет ваша работа? Ничего. Спасибо. Желаю успеха. До свидания. А когда он позвонит, что ему сказать? Я думаю, что он не позвонит. Понимаю, товарищ генерал. Понимаю. До свидания. До свидания. Приемчик у этого господина не очень островный. Петр Лёвич. А что ж, поддельное письмо, вход. Они плохо знают наших людей. Ответы из наших инфрационных миссий привыкли. Вот получил. Как я и ожидал, они сообщают, что ни о каком Светлове им ничего не известно. Надо просто затребовать у них возвращение Светлова и все. Ч-ч-ч-ч, Минаев. Это не так просто. Я не хочу тебя огорчать, Минаев. Но для того, чтобы затребовать Светлова, мало даже знать его точный адрес, где он содержится. Необходимо еще иметь его собственноручные заявления о том, что он желает вернуться на родину. А то они нам просто ответят. Он, мол, не желает возвращаться. И даже если будет заявление, они и то нам могут отказать. Это, знаешь, очень сложное и трудное дело. Здесь все надо хорошо продумать. Петр Юрьевич, а вы не можете мне объяснить, зачем ему понадобился доклад? Какой доклад? Ну, то, что он просил у казни. Он что, находится за прибором? Он знает, что в докладе ничего нет. Вот зачем? Зачем он ему понадобился? Вы кому поручили наблюдение за встречей казни с этим господином? Быстрого. Но этот не упустит. И на первом же допросе этот господин расскажет мне, где Светлов и какой его точный адрес. Давай, институт. Это вошел Быстров. Ну? Ты что молчишь? Огорчать вас не хочется, Андрей Андреевич. Что это значит? Что он сбежал, что ли? Нет, не сбежал. Сидит в Москве, фамилия Хелстон. А задержать его невозможно. Почему? Товарищ генерал, работник посольства там и живет. Дипломатическая неприкосновенность. Надо вложить министру. Говорит Лавров. Генерал-полковник у себя? Хорошо. Придется подождать. Дипломат с ворованным паспортом. Да. Вот это и есть тайная война. Видишь, как это делается? Мечут в своей печати гром и молнии против нас. Врецают оружие, пытаясь заразить своего обывателя психозом войны. А сами в это время готовят кадры шпионов и диверсантов, которых потом тайно пересылают к нам. А некоторых, как вот этого господина Хелстона, направляют легально. Легально. С визой и паспортом. Легально на нелегальную работу. Прикрыв ее еще дипломатической карточкой. Тайная война. Холодная война. Потому что никак не хотят понять, что любая война против нас для них безнадежна. Кроме всего противонарод у нас еще золотой. Видел? Светлова, Руденко, Казин сразу пришли, как только почувствовали что-то неладное. Благодаря неизменной поддержке народа, бдительности народа, мы, чекисты, можем успешно вести борьбу с врагами. Товарищ Быстров, чье слово? Телефа Ильича Дзержинского, товарищ Дзержинский. Правильно, молодец. Да-да, Туманову? Ну, пропустите. Вы че, зачем Туманову ко мне? Я не знаю. Прими ее ты. Да нет, мне не о чем с ней говорить. У нее кругом все виноваты. Тоже мне о обломах империи. Ну, знаешь, это не так смешно. Рассказывай всем, что ее сына затравили, она порочит честных советских людей. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, она знала, что ее сын вор? Нет, это я не думаю. Ведь она обучала сына, как делать карьеру, а не воровать. Это я не думаю. Но вот что, нам все равно придется дожидаться министра. Ты все-таки ступай, отдохни, а я приму Туманову сам. Товарищ Быстров, проводите ко мне Туманову. Лавров остается один. Как же все-таки нам вырвать Светлова? Да-да, войдите. Я Туманова. Мне сказали, что товарищ Минаев нездоров, и направили к вам. Да, пожалуйста, присядьте. Я к вашим услугам, Вера Аркадьевна. Прошло уже пять дней со дня смерти моего сына. Я хотела бы знать, я мать, и единственный долг мой перед памятью сына, это добиться возмездия. Я уважаю ваше чувство, чувство матери, но, к сожалению, следствие еще не закончено. Трудно ждать так долго, очень тяжело. Вы не знаете, что значит потерять единственного сына. Да. Скажите, сколько лет было вашему сыну? Тридцать четыре года. Тридцать четыре. А моему двадцать. И убит он был в последний день войны. Вашего сына убили враги, и они уже получили возмездие. А мы его затравили люди, которые каждый день пожимали ему руку. У вас есть работа, обязанности, ответственности. А у меня нет никого и ничего, кроме Игоря. Да, конечно. Ответственность, обязанность, конечно. А разве вы, Вера Аркадьевна, не считаете, что мать, которая воспитывает своего сына, не несет ответственности перед государством, перед собственным сыном? Вы правы. Мать отвечает. После смерти Игоря я об этом часто думаю. Мы вот оба с вами родители. И знаем, что рано или поздно наступает такой день, когда дети спрашивают с нас отчет за то, как мы их воспитали. Я уверена, что не заслужила упрека. Да? Вы так в этом уверены? Я не хлопотала над ним, как на сетках. Я старалась, чтобы мой сын был мужественным человеком, чтобы он умел приспосабляться к любым обстоятельствам и устраиваться в любой обстановке. Вера Аркадьевна, а ведь у нас не надо, как вы сказали, приспосабляться и устраиваться. Надо честно служить своей родине и быть ей полезным. Разве мой сын не был полезным членом общества? Я убедила его переменить факультет, окончив который, он бы мог и сам прилично устроиться и принести обществу практическую пользу. А ведь у нас человек сам выбирает себе профессию. Как знать? Может быть, ваш сын принес бы настоящую пользу, если бы пошел, скажем, по стопам отца, выбрав его профессию? Ну, нет, я не могла позволить ему уезжать на целые месяцы. Я бы с ума сошла от тревоги. Ведь он был моим единственным утешением, моей гордостью. Да, это верно. Это верно, вы любили вашего сына, это верно. И отдали ему свою жизнь, это тоже верно. Но ведь, Вера Аркадьевна, вы взамен потребовали его жизнь. Я вас не понимаю. А я постараюсь вам объяснить. Вера Аркадьевна, вы сильный человек. И своим воспитанием вы подчинили себе своего сына, лишив его собственной воли и, простите меня, ограбили его. Как вы можете? Вы пришли ко мне, вы обратились ко мне. И я считаю своим долгом сказать вам, Вера Аркадьевна, всю правду. Вера Аркадьевна, вы заставили вашего сына перейти с факультета на факультет. И тем лишили его любимой науки. Вы помогли вашему сыну остаться при институте. И тем лишили его чистой совести. Чистой совести? Да, Вера Аркадьевна, чистой совести. Ваш сын на каждом шагу видел примеры бескорыстия и беззаветной преданности Родине. Его товарищи по институту пошли на фронт. Или бескорыстно, беззаветно, по 24 часа работали на заводах для победы. Вера Аркадьевна, для нашей общей победы. Ваш сын прекрасно знал, как нужны люди его специальности во время войны. Однако, он предпочел остаться при институте и приспосабливаться, как мог. Вы даже отняли у него друзей. Казин. Казин был бескорыстно предан вашему сыну. А ваш сын, благодаря вашему воспитанию, видел в казине только завистливого и злобного конкурента. Я не верю в бескорыстие казинам. Почему? Почему вы не верите в бескорыстие казинам? В нашем обществе человек человеку друг. А вы внушили вашему сыну, что в жизни нет ничего прекрасного, светлого, справедливого. И этим вы, в конце концов, отняли от него даже любовь. Девушка, которая любила чистой любовью вашего сына. Она первой порвалась с ним, как только узнала, что за человек ваш сын. Значит, во всем виновата я... Не только вы, ваш сын тоже. У него была своя голова на плечах. И он вален был выбирать между тем, что внушали ему вы, и тем, чему учили его в советской школе и в советском вузе. Правда, Вера Аркадьевна, правда. У нас еще есть люди, в которых идет эта борьба между старым и новым. Но советский человек критикует себя, опламывает себя, проверяет. И это очень сложный. Это очень сложный и трудный процесс, Вера Аркадьевна. Но в этом помогает партия, комсомол, общество, в котором человек живет. И человек выходит победителем. А ваш сын? А ваш сын старался только как бы получше устроиться. Сын не отвечает ни за отца, ни за мать. Сын отвечает за самого себя. А вы, Вера Аркадьевна, вы мать. Вы мать. И вы отвечаете за воспитание вашего сына. Вы воспитали не советского человека. Вы клевещете на сына, которого уже нет в живых. Но я еще жива. Я даю вам слово, а мое слово дорого стоит. Я не умею лгать. Он никогда, слышите, никогда не слыхал от меня ни одного слова против советской власти. А я в этом и не сомневаюсь. Вера Аркадьевна, у вас не было никаких оснований клеветать на советскую власть. До революции ваш муж не был признан официальной царской академической наукой. И только после октября его все работы были оценены по заслугам. И он был окружен вниманием. Он был окружен почетом, уважением. А после его смерти вашу старость и молодость вашего сына обеспечила все-таки советская власть. Вы совершенно правы. Вот я прав, а вы нет. А вы нет, дорогой Аркадьевна. Вы подумайте, вы 30 лет живете как под стеклянным колпаком. И ничего не хотите понимать. Вам все кажется, что вы живете в той жизни, в которой нужно драться за место в жизни, делать себе карьеру. И вот вам результаты. Ваш сын стал тщеславным эгоистом, карьевистом, завистником и, я скажу больше, потенциальным врагом. Вы оскорбляете меня и память моего сына, как вы могли, как вы посмели, так сказать, мой Игорь, его талант, его труд. И мое воспитание и заботу принесли плоды. Он сделал выдающееся изобретение, нужное Родине. В том-то все и дело, что это не его изобретение. Что? Да, да, не его. Ему попали в руки чужие материалы, которыми он, к сожалению, и воспользовался. Это ложь! Это ложь! Вера Аркадьевна, я сообщаю вам точные данные следствия. Даже если это и так, как вы говорите, он слишком дорого заплатил. За свою ошибку. Но этим он спас честь своего имена. Видите, Вера Аркадьевна, это когда-то считалось, что если человек совершит грязный поступок, то для того, чтобы спасти честь имени, ему достаточно пустить пулю в лоб. А мы считаем, что самоубийство не искупает вины и не спасает тем более честь имени. Туманова поднимается с кресла и идет к выходу. Я вас провожу. Не надо. Я дойду. Одна. Лавров, оставшись один, снимает телефонную трубку. Минаев, давай ко мне. Ах, черт возьми, черт возьми, как же нам вырвать Светлова, как? Дмитрий Леонидович. Да. Необходимо использовать предстоящую командировку Казина в нашу зону оккупации. Какую командировку? Казин мне рассказывал, что Министерство геологии направляет его на один из заводов в Австрии. Ну и в чем сделаем? Я понял, зачем ему понадобился доклад. Ну давай, расскажем. Весной 45-го года они подобрали Светлова где-нибудь в немецких лагерях. Они тогда еще прикидывались союзниками, освободителями. Но, вероятно, Светлов рассказал им, кто он и над какой темой работает. Они сразу ухватились за это, но Светлов им больше ничего не сказал. Они стали выпытывать. Хелстон пробовал все. Ни черта не вышло. Но какое же это имеет отношение к докладу? Так теперь, когда у Хелстона сорвалась эта авантюра с туманом, он придумал последний ход на психологию. Они покажут Светлову этот доклад с печатью конструкторского бюро и скажут, вот там в России ваш прибор украли, родина от вас отказалась, а вас никто не помнит. И тогда, по мнению Хелстона, оскорбленный Светлов выдаст секрет. Черт возьми, но ведь это же дьявольская затея. Петр Леонидович, а мы с вами сделаем так. Да. Хелстон позвонит Казин. Так. Пусть они встретятся. Казин прикинется трусом и скажет, что он согласен. Но не здесь. Уезжая в командировку за границу, он возьмет этот доклад с собой. И там, по указанию Хелстона, предъявят его любому инженеру. Понятно. Но вы, вероятно, гады, что любой инженер будет Светловым. Так Хелстон получает замечательный козырь. Не только этот доклад, а живой человек будет уговаривать Светлова начать работу. Они привезут Светлова в свою зону оккупации. Туда же доставят и Казина. И только таким образом мы сумеем установить контакт со Светловым. Хорошо. Это очень хорошо. Да. Но это ни к черту не годится. Почему? Почему, Петр? Потому что они там просто ликвидируют Казину и отберут у него доклад. Не, никогда не сделают. Петр Лёвович, Казин у них последний старт. Если все-таки Светлов откажется работать, они будут пытаться получить материалы здесь, в Москве, через Казин. Но я же тебе рассказывал, что это трудное и сложное дело, что здесь нужна смекалка, здесь нужна храбрость, здесь нужна, понимаешь, просто дьявольская, дьявольская храбрость. А Казин, ты видел Казин? Это человек нервный, человек впечатлительный, он не выдержит. Петр Лёвович, Казин выдержит. Вилла в австрийском местечке Кляйнштадт. Тёмная дождливая ночь. Свет лампы, едва пробиваясь сквозь сизые облака табачного дыма, освещает беспорядочно расставленную мебель гостиной, бутылку вина и стаканы на круглом столе. Едва умещаясь на узеньком диване, спит Чарли, майор оккупационных войск западных держав. Человек с испятой физиономией в форме полковника бродит бесцельно из угла в угол. Наконец он останавливается около стола, допивает остатки вина и тщательно прицелившись бросает бутылку в закрытое окно. Чарли вздрагивает и просыпается. Компания Гангстермера. А вы знаете, что я не трус и не очень дорожу чужой жизнью, если на ней можно заработать. Или угоди в тюрьму. А, лучше тюрьма, чем эта жизнь. Четыре года мы сторожим этого русского. И четыре года он издевается над нами. Трижды пытался бежать. Да, он очень нахальный парень. Каждый раз, когда я его вижу, мне хочется убить его. Я проливал кровь на войне с нацистами? А? Что? Нет, я ничего. Я просто вспоминаю, в каких боях вы дролюся. А это не имеет значения. Ну почему? Я должен сторожить этого русского. Уже все кончается. Скоро приедет этот Казин, и наш мальчик согласится работать. Элстон неплохо придумал. А он знает русскую. Элст. Хм. Элст. Просто родился в рубашке. Когда мы прятались от немецких фауна, сидел в Иране и добывал доллар. Старик ему недаром платит. Интересно, знает ли Федеральное бюро, какой процент с этого дела выговорил Халстон у старика? Что делать? Это его идея. Это он затеял всю историю за Светлого. Что? Ну да, да. Вы тоже, я знаю. Побойтесь Бога, Чарли. Я тоже. Кто принимал пленных из Дахалова? Я принимал пленных из Дахалова. Когда Светлов валялся в лазаретном бараке, я подслушал его бред. Я перехватил письмо, где он просил разыскать Преображенского в этот тетрадь. Я три года искал, и, наконец, вошел Преображенского к день, и я уговаривал Светлого начаться в работах, не ожидая репетриации. Вы, 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 вы надоели мне. Ну да, все сделали вы, а доллары получит Халстон. Ха-ха-ха-ха. А вы свинья, Чарли, грязная жирная свинья. Стерь. Чарли, сжав кулаки, рванулся к собеседнику. Неожиданно в дверях появляется высокоседой старик в штатском костюме. Не прекратите. Добрый день. Здравствуйте. Презрительно взглянув на Багровых от ярости офицеров, старик проходит в камину и, закурив сигару, по-хозяйски усаживается в кресло. Я не верю собаку, которая плохо страдает дома. Ну, где этот русский второй как-то? Аказин. Аказин. Что? Приехал. Везут в нашу зону. Везут. Я хочу наблюдать этот психологический эксперимент. Он не может не удастся. Он должен удастся иначе. Я читал эту болтовню, что они там в России переделали людей. Ха! Вранье. Они построили заводы, они обрабатывают машинами поля, но люди всегда останутся людьми. И когда этот узнает, что там в России кто-то присвоил его изобретение, как государство, которое ущемляет мою собственность, не мое отечество. Так говорил Бишмарк. Я о нем ничего не слыхал. Он был кусак. А это стоит многого. Ну, откройте. Комоль известен, контрольный листок представлен. Хорошо. Прошу вас, господин Казин. Ходит человек с портфелем в руках, спокойно останавливается и снимает шляпу. Это Минаев. Каким временем вы располагаете, господин Казин? Не более 30 минут. Машину подадите через полчаса. Можете раздеться, здесь лишних свидетелей нет. О, я люблю русских, Пирос. Вас информировали о цели вашего визита? Да. Когда я прибыл в Вену, ваш человек мне сообщил все. Я надеюсь, что вы мне разрешите разговаривать с господином Светловым наедине. К сожалению, у меня есть распоряжение полковника Хелстона не оставлять Светлова ни с кем посторонне. Запросите аэродром, когда прибыл московский самолет. Я получил телеграмму от Хелстона. Через несколько минут он будет здесь. Если полковник распорядится, то вы сможете разговаривать с господином Светловым с глазу на глаз. Я не сомневаюсь, он отдаст распоряжение. Значит, будем ждать. Да. Полковник! Зовите. Московский самолет задерживается. Что делать? Будем ждать? Да. Это вы знаете, но я боюсь. На моей зоне меня могут хватиться, и тогда все пропало. Ау, мы не будем ждать. Ну, забирать. Эй! Где вы там пропали? Хотел идти лишь вас уговарить. Но он будет работать иначе. Я отправлю его. Входит бледный, изможденный Светлов. На молодом лице легли глубокие морщины. Ну, что еще? Господин Казин только что прибыл из Москвы. Из Москвы, за мной! Клан, по мне! Да. Господин Казин, инженер-конструктор. Когда вам надоест посылать ко мне иммигрантское отрепие? Господин Казин прибыл с известия, что в России приступили к реализации вашего изобретения. Что? Как? Разрешите, господин Казин? Пожалуйста. Миная достает из портфеля рукопись. Офицер, бегло просмотрев страницы, с довольным видом передает ее Светлову. Вот. Читайте. Проект инженера Туманова. Какой Туманов? Это который учился в географическом. Это мои формулировки. Это мои формулировки. Да. Из библиотеки особого конструкторского бюро. А как же это попало к Туманам? Значит, Преображенского разыскали. И мое письмо в институт дошло. Я-то думал, что его перехватили. К несчастью для вас оно дошло. И за четыре года, подумайте, никто не поинтересовался вашей судьбой. Вашу работу просто передали другому. Потому что вас в России считают изменником. Это ложь. Последний раз, господин Светлов. Последний раз я предлагаю вам начать работать у нас. Моя фирма не пожалеет затрат. Вы можете жить где вам угодно. Ну, что вы сейчас? Человек без паспорта. Заключенный номер 99. А за деньги вы можете любой паспорт купить и жить где угодно. Вы перемените фамилию. И поверьте мне, что никто никогда и не узнает, что вы были русскими. Светлов яростно бросается в сторону старика. Майор подставляет ему ногу. Светлов падает, но тут же поднимается, едва сдерживая гнев. Он с ума сошел. Вы изменили. Вы сдались немцам в плен. Я потерял сознание. Я был тяжело ранен. Этого никто не видел. Этого нельзя доказать. Подумайте. Подумайте хорошенько. Почему вашу работу передали другому? Почему вашу работу выпустили без вашей фамилии? Светлов поспешно берет рукопись и лихорадочно перелистывает ее. Это бесполезно. Там вашей фамилии нет. Нет. Страшно. Жить человеку без родины. Пустой! Все чертежи и расчеты в России! Мне все равно, под чьим именем выйдет моя работа. Но она принадлежит моей родине! Что? Это все, что вам удалось достать? Докладная записка? Общие соображения! Это же ни черта не стоит! Понятно вам. У вас не будет моей работы. А в России сделают ее! А пора кончать разговоры. Я не филантроп. Мне есть средства заставить его работать. В мире нет такой силы, которая заставила бы меня забыть, что я русский. Ну тогда сгниете в болотах, на каторге. Меня нельзя запугать. Ну я чего? Увести не надо. Спокойно, спокойно. Он будет работать. Алексей Михайлович, я был ближайшим помощником Туманова все эти годы, когда он работал над прибором. И мне известен ряд основных ваших расчетов. Вранье! Тогда мы использовали тебя, ребята. Вот формула радиуса действия. Минаев что-то пишет в блокноте и, подойдя к Светлову, отдает ему вырванный листок. Взгляните. Светлов читает. Признательно смотрит на Минаева и бросает листок в горящий камин. Чепуха? Товарищ Казев! Что вы ему написали? Формула 10. Какую форму? Вот она. Минаев снова пишет и дает листок офицеру. Взглянув на формулу, тот прячет ее себе в карман. Простите, простите. Это моя собственность. Моя и Алексей Михайлович. Правильно. Собственность есть собственность. И она должна быть священна. Как Библия отдать. Офицер возвращает Минаеву листок. Ну, господин Светлов, теперь вы будете работать. Машина, господин Казев. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я приеду завтра снова. И я убежден, что мы найдем общий язык. Он будет работать. Работа. Яркий солнечный день. Площадь в местечке Клянштадт. В центре пограничный столб демаркационной линии. Около него часовой оккупационных войск западной зоны. Здесь же, с газетой в руках, стоит Чарли. Хелстона хватит удар, когда он узнает, что произошло за эти три дня. Кто бы мог подумать, что история со Светлов приобретет характер международного скандала. Весь мир теперь знает о похождении полковника Хелстона в Москве, о ворованном паспорте и о связи с нашим стариком. Полковник Хелстон, конченый человек. К пограничному столбу приближается полковник Хелстон. Кажели! Полковник Хелстон? Что это значит? Что произошло? Полковник, вы прислали нам советского разведчика. Точнее, не понимаю. Инженера Казин. Казин? Разведчик? Вы с ума сошли? Казин трус. Он боится советской разведки, как огня. Тогда, полковник, чем вы объясняете права? Я это объясняю тем, что вы недостаточно умело переправили его. Его выследили и арестовали при переходе из нашей зоны. В тюрьме он струсил и рассказал все. Выследили? Арестовали? Это советский разведчик. Этот Казин ловко провел всех нас. Он дважды приезжал к нам и ухитрился у Светлова получить заявление. Если бы я был бы здесь, проклятая авария. Авария? Да, я понимаю, что они все это подстроили. Они меня три дня продержали в Карпатах, пока здесь орудовал этот советский разведчик. Но вы, как вы допустили, что Светлова не увезли отсюда? Его теперь не спрячешь. Я его привез. Ему надо было раньше свернуть шейду. Этого еще не хватало. Сейчас не те времена. Вы плохо знаете русских. Надо же считаться с этим. Общественное мнение. Замечательный парень. В тюрьме держат. Мучают. Терзают. Истязают. Пытают. Пьют. А другую сторону пограничного столба появляется Минаев. Вот ваш Казин. Это не Казин. Я не знаю его имени, но это тот самый, что приезжал к нам дважды. Оставьте нас. Чарли уходит. Господин Казин. Простите, не знаю вашей настоящей фамилии. Зато я знаю вашу. Вы полковник Хелстон. Специалист по русским делам. Совершенно верно. Еще недавно были писателем Зайчиковым. Что ж, на войне все средства хороши. Ну, вот вы и довоевались. Чего? Мы еще с вами встретимся, господин советский разведчик. Чего-ничего? Мы еще встретимся. Ну, что ж, приезжайте, будем ждать. Минаев отходит в сторону. На площадь выходит группа советских офицеров, с ними Сергей Преображенский. Майор советской армии обращается к представителю войск западной зоны. Я уполномочен принять советского гражданина Светлова Алексея Михайловича, находящегося в вашей зоне с 1945 года. В ответе на представление советского командования вами было указано, что гражданин Светлов будет доставлен на демаркационную линию в местечке Кляйнштадт в 16 часов 30 минут. Сейчас 16 часов 29 минут. Господин майор, через одну минуту господин Светлов будет здесь. Отлично. Офицеры обмениваются документами. На площадь вбегает Светлов. Вы гражданин Светлов Алексей Михайлович? Да, я Светлов. Простите, но необходимо опознание. Каков порядок? Пожалуйста. Господин майор, я подтверждаю, что это гражданин Светлов Алексей Михайлович. Прошу вас, товарищ Светлов. Перейдя по граничную линию, взволнованный Светлов подходит к Минаеву. Крепко жмет ему руку. Потом обнимает Пребраженского. Серьезно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...